Специально в лице их намазывают, где ходить, куда залазить, в чем купаться. Что эта нефть даже к берегам Анапы прибила. Жесть, конечно. Каждый год допускают это. Жесть, просто жесть. Народ все равно пищит, но лезет туда, в этом море. Видим, как женщина пытается уже лечиться вот этим всем черненьким. И дай бог, чтобы ей помогло. Лица счастливых людей, которые приехали сюда отдыхать. Грибинская, напротив надписи море. Мест не хватает на берегу, люди в море сидят, уже загорают. Анапа, центральный пляж по улице Грибинской, где зона отдыха. Начинается санитарий Арусь, пляж. И вот у них 20-метровой зоны нет от слова совсем. Начинается камка, перемешанная с этой грязью. Фекальные все вот эти ужасы. Сколько людей отдыхает сейчас на них? Места на берегу нету. Людей, как видите, в недостатке сегодня. Такие последствия у нас после того, как прошел дождик. Доброе, бодрое, прекрасное утро из города-курорта Анапа. Приветствую вас, я, дорогие друзья, зовут меня Юрий Азаровский. И сегодня у нас будет много тем для разговоров. Одна из них вчерашнее подтопление. У нас был залповый ливень. Сразу оговорюсь, что последствия были прям жесткие. Давно таких подтопов не было, но все быстро впиталось почву за счет того, что дождей у нас тоже долго не было. Посмотрим с вами давайте сначала на джемоте. Так, вот это вот наше. Тупик, юбилейный. Это вот от пляжа базарная площадь начинает присутствовать везде. И туда тоже. Теперь давайте посмотрим, какой потоп был у Витязева. У Витязева пошел дождик, и у нас здесь покатывает параллель. Люди пытаются форсировать где только можно поменьше водички. Давно я, честно, не наблюдал такого потока. И можете увидеть, как бедные наши отдыхающие пытаются все это переходить. Но благодаря ливневой системе, надеюсь, что вода хотя бы быстро уйдет, но затопило все, полностью, со всех сторон. Вот мы можем увидеть, как люди по колено в воде просто переходят на зеленый свет светофора. Жесть, конечно, настоящая. Просто ужас. Довольно-таки все печально, удручающе, ливневки немножко не справляются. Но еще раз оговорюсь, что вода очень быстро ушла. Также у нас произошла трагическая ситуация с собакой. Здесь примерно в километре от меня есть проход к морю во всход. Эту собаку бедную убили, отрезали лапы и бросили. Собака была наидобрейшая. Как сообщают мои подписчики, которые ухаживали за этим теселем, им приносили еду, воду, никогда никого даже не гавкнуло. И остается вопрос. Вокруг там детские пансионаты, лагеря есть. И, как им заявили, после того, как и написали полицию, заявление, что ни одна камера не работала. То есть наши дети, я думаю, что тоже находятся в опасности, когда рядом такие изверги разголивают. То есть что должно быть у человека в голове, чтобы сотворить такое с собакой. Это просто ужас. Подробности этого зверства смотрите в телеграм-канале и сюда публиковать не буду. Но то, что я увидел, у меня вызвало слезы и гнев. Если бы я это увидел, я бы, наверное, себя не сдержал бы. Я бы этого человека так же был, как он собаку. Также произошла трагедия. Женщина сидела на берегу на пляже в Анапе. Ей стало плохо. Сердцем, к сожалению, откачать не удалось. Медики пытались сделать все возможное. Так что, друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем, чтобы такое с вами не происходило. От души, ребятки, вас еще раз всех приветствую. Пишите в комментариях, что вы думаете по вот этим вот событиям. Но сегодня я вас приглашаю прогуляться на центральный пляж, посмотреть центральную часть Анапы. И, собственно, отсюда мы и начнем. Я нашел себе парковочное место возле перекрестка. Сюда же я и вернусь. А здесь у нас начало Пионерского проспекта. Единственная велодорожка в городе Анапы, которая идет до санатория Мечта. Ну, либо Кристалл. Можно там через парковку сказать, что она тоже существует. Стоят самокаты, предлагающие себя взять на прокат. Собственно, вы приезжаете сюда, покатаетесь. И пишите отзывы, как вам эти покатушки. Вы не подумайте, что раннее утро уже 20 минут десятого, а людей нет. То есть, у нас сейчас такая обстановка везде. Резко все исчезли. Здесь есть у нас рыбаки на речке Анапы. Ох, какого-то великолепное доброе утро. Мы гуляем. Вот, смотрите, вообще даже машине не слышно тишина и красота. Здесь у нас отреставрировали Анапа Республика Детство. Было очень много заявлений о том, что выглядело это место некрасиво. И здесь правую сторону у нас аллея вдоль речки Анапы. С большим количеством торговых площадей и кафе-ресторанчиков. Также есть тут офис продаж. Лучи. Скоро начнется там строительство. Сама речка Анапа. С этой стороны более узенький мост. Там большой проспект такой сделали. Вдоль нее. Ох, и тут у нас рыбаки ловят рыбку. Ну, а с левой стороны у нас находится парк аттракционов джунглей. Сколько здесь рыбы собралось. Я помню в детстве также малек, но только еще больше. Было прям все кишило. В нем он на протоках собирался. И мы его ловили вот там, где соединяется речка. Проход Фатини. Там тоже мостик есть. Мы через него и прогуляемся. Сегодня до набережной. Давайте одним глазком хоть заглянем, что там в этом парке происходит. За лето ни разу там еще не было. Цветет гибискус, не многочисленные отдыхающие собираются на пешеходном переходе, чтобы отправиться в путешествие моря. Ну, мы им пожелаем хорошего отдыха. Вот видите, ребята только приехали. Еще беленькие. Ну, есть те уже, кто хорошо подзагорел. И посмотрите, какой красивый фото у нас здесь в этот парк. Жалко, что от детского парка у нас осталась только эта стела, заложенная в честь кого-то. Теперь это коммерческие все земля. И обидно, когда вместо того, чтобы сделать места отдыха бесплатные, общедоступными, их делают, конечно, развлекательными. Хотя, по-честному, такие развлекательные места в городе Курок Тянапа нужны. Так как именно ими многие сюда и завлекаются. Ходить гулять у нас многие не любят. Хотят, чтобы было вот такое большое колесо, вот такой большой аттракцион, как этот. Кто катался, кстати, пишите, как вам. Я несколько раз катался, мне, в принципе, все нравилось. По ценам на эти аттракционы здесь абсолютно все есть. Вот этот большой американский горки Евростар стоит теперь 700 рублей с человеком. Да, не видят, конечно, пределов ценники, которые лезут вверх, и это очень обидно. Тут все работает в вечернее время. Сейчас же, конечно, некому продавать. Аттракционов здесь много. Слушайте, а давайте я вставлю вам сюда видео, как я катался на этом аттракциончике. Давайте, раз, два, три, полетели. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами прокатимся на вот этой горочке. Она зовет и Евростар. Очереди здесь, как всегда, большущие, но надеюсь, что все получится. Прежде всего надо сходить в туалет. Стоимость 650 рублей. Ну, платили хоть один и пошли туда дальше. Сейчас мы будем в очереди еще стоять, ребята, чтобы прокатиться. Очередь, кстати, не такая уж большая, как было в прошлые годы. Там народ пищит, короче. А тут все так трясется, вообще прям страшно. Я думал, будет не страшно. Оказывается, это будет страшно, они что-то орут. Вот люди поприезжали уже, но что-то радости на лицах у них особо нет. Пролетели. А это толпа народу, которая уже собралась, и они думают, бояться или не бояться. А бояться надо. Ребята, здесь специально сделали крышу, чтобы они не блевали на нас, когда проезжают. Запомните, отделиться, может быть, вы их видите в последний раз. А что, мужики, не пошли? А они стыкуют. С них идем. Сейчас проходим, присаживаемся на открытые и свободные места первого состава. Итак, друзья, напряжение 220 вольт. Идем на первые места. За них пришлось немножко побороться. Но мы шмарили. Мы это сделали. Самое главное остаться в нужных местах. Очень много посадочных мест. О, кто-то бумагу потерял. Это огонь, это огонь. Удание для места, готово для поездки. Должно быть очень круто. Здесь идет битва даже за места. Где сидеть, кому сидеть. Народ занимает полную посадочку. Как прижимать. Сходится хорошо. Еще ребята с нами. Самое интересное сидеть спереди. Потому что падает только вниз. Тут выход написано. Ай, ё-ка. Слышь мы на колесо по зрению пошли. Вовремя. Я тебе сказал. Давай развернемся. Ну что, ребята. Шака. Шака, что ж ничего не боишься на каждой среде. Шака. 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 Дедушка, вам плохо? Шака. Вы просто молодец. Мне понравилось, мужик нас сейчас перекрестил. Шака. 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 Слышка. Поехали! Вот это кайф! Поехали! Огнёчек! Как огнёчек, ребята! Как-то вообще не страшно, короче. Многих не хватает воздуха в лёгких. Единственное, когда летишь рядом с металлическими конструкциями, боишься на кое-где не зацепиться. Но так всё хорошо. Было классно и прекрасно. Чё там ни у кого не потекло? Всё нормально? На самом деле, видите, какие-то пятна всё-таки после некоторых людей остаются. Моментами, я так понимаю, сиденья приходится протирать. У нас ещё вот такая вот карусель есть. Вот на небе я прокатился. Надо пойти посмотреть. В вечернее время прогуляться по парку. Тут рационов много. Смотрю, новых появилось. То есть, мне ещё вот интересно. Ледовый каток работает или нет он в этот период времени? Технический период 10 минут. Нет, в большом сожалению, по техническим причинам каток не работает. Ну, ждём похолодания. Его запустят снова. Ну, был популярен он. Ледовый каток. Цена билета была 500 рублей. Дополнительный услуг. Ой, 250. Прокат коньков. Заточка коньков. Так что так вот можно было. Ну и на колесе на этом покататься. Советую. Виды на Пеневский проспект с ним открываются восхитительно. Причём разные виды. Что с этого колеса, что в парке 30-летия Победы. Они оба очень крутые. Я вам советую оба для проката. Замок Страха. Можно его посетить. Прокатиться на вот таких вагонетках. Думаю, что вам тоже многим сойдёт. Ну, а здесь подъём такой вагончика и дальше спуск. Его очень быстро по водной глади. На том аттракционе Shake Dance я катался. Здесь шашлыки жарят мужики. И башня свободного падения. Очень высокая. Интересно, почему шашлыки здесь жарили в этом году? Ну, конечно, свинина мякоть за 120 рублей. Куриное филе за сотку. Куриное крыле 90. Форель 250. Люля курица 120 рублей стоили. Как же красиво здесь выглядят вот эти все свежие сосны, которые высадили для вас. Ждём, чтобы они подросли будет. Сосновая аллея. Высший класс. Такие прям свежие. Зелёненькие. Потому что полив, я так понимаю, у них работает. Это великолепно. Ну, вот мы посмотрели с вами первую часть парка. Туда дальше более детские развлечения, аттракционы существуют. И дошли до мостика. Я туда не пойду. Я думаю, что если вам будет интересно, прогуляйтесь сами. Оставим какую-нибудь вам изюминку для самоизучения этих парков. Ну, есть там на что посмотреть. Тут у нас речка Анапка заросла. И смотрите, какая красота у нас там. Кувшинка. У нас одна с цветочком. Великолепно, друзья. Мы теперь отправимся к морю. Под колесом обозрения находится автодрон. С правой стороны здесь разные тиры, 3D реальности. И вот такой вот кораблик качается. Когда люди уходят с пляжа, хотелось бы, чтобы они все-таки принимали именно курортный вид. Потому что до пляжа здесь полкилометра. В любом случае, мы любим наших отдыхающих. И ругаться с ними не будем. Единственный момент, когда говорят, что ты сам не подходишь, делаешь замечание. Почему я должен портить людям настроение? Идут себе, идут. Мне вот это у них холодно, не жарко. Но, возможно, кто-то им донесет в том, что вот мы вас видели. Все-таки надо культурнее быть. Хотим вас видеть во всей красе. А не в негляже. Доходим до пешеходного перехода и пойдем через него. Тут с правой стороны находится баги-дром. Продают разные вкусы, напитки. И мы переходим через дорогу. С левой стороны, вдоль Пионерского проспекта. Хотя эта улица у нас уже трассноармейская зовется. Там продается тоже всего очень много. Здесь находится у нас стир и развлечения разные. Чистенько, убрано. Все, в принципе, притягательно и красиво. Пожалуйста, не нужно. Ретро-вечериньки. Тут, кстати, сзади меня, где баги-дром по вечерам проходит. По ночам, наверное, даже дискотеки, правильно сказать. А тут вот анонс. Не пропустите. Только у нас 2 сентября эротическое шоу для взрослых. Только не говорите никому, друзья. В этом году не снимал ни одну стриптизер, что вообще, в принципе, вечернее время сплю дома. Поэтому мы не видим с вами всего того, что происходит от везде. Здесь у нас кафе. Островок называется. Можно прийти поесть. И предлагают пробивки на пятамаронах по речке Анапка. Это место, тот берег, собирается полностью застроить. Унести эти все деревья куда-то в лесопилке. К большому сожалению, зеленая Анапка останется в каких-то наших воспоминаниях. Ну и по той дорожке мы с вами вернемся обратно. И будем смотреть, как там оно все выглядит. Здесь с этой стороны рыбак, там под деревьями сидит один. И туда дальше еще парочку. Также лебедей впереди увидим. Здесь мужики пытаются счастье, пытаются поймать рыбу мечты своей. Ну а мы проходим по дарочке, которая зовется Фотини. Хочу все-таки поблагодарить нашей администрации, что они нашли все силы и поставили мусор. Хотя бы одну здесь и мусор здесь стало явно меньше. Раньше здесь, конечно, был просто полный трэш. Сейчас стало явно чище и приятнее прогуливаться. Но особенно утром пока еще никто ничего не накидал. С левой стороны вывешивают разные одеяния. Эксклюзивные купальники. Сто процентов таких вы больше не найдете. Покупайте только здесь. Ну а справа есть каменечки, на которых можно посидеть и отдохнуть. Либо перед морем, либо уже после него. Ну а также здесь находятся наши знаменитые аннабские головы бегемотов. На которых наши отдыхающие любят фотографироваться. Впереди появился через речку Аннабку у нас зеркальный мост. Которым все пользуются для того, чтобы перейти возле моря на ту сторону. Если вы помните, прошлое у нас снесло штормом века. И мы все-таки дождались нового. И так вот выглядит вся та сторона, друзья. Несмотря на жру, у нас все еще есть розовые бутоны на клумбах. Которые нам очень дороги продают бижутерию. Здесь изделия из кожи, из Африки. Ну а тут наша скульптура знаменитого отдыхающего. Если помните, правая нога, правый мизинец. Потрите, загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Многие спрашивают, а где находится это местечко. Видите, он такой затертый. Все его труды, чтобы все желания позбывались. Я желаю, чтобы самое главное приезжать почаще в Анапу. У вас сбылось 100%. С другой стороны обещают вкуснейшие чебуреки. Также здесь выпечка, чай, мороженое с самыми низкими ценами. Часто здесь перекусываю. Там кафе в Фатине находится. Продаются очки. И здесь выход на центральный пляж возле речки Анапа. Мы сейчас туда не пойдем. Мы прогуляемся по улице Набережной. Посмотрим, что в это время работает. И уже потом кольцевым пройдем от сначала песчаных пляжей и до сюда. Посмотрим все пляжи целиком. Сейчас здесь такая вот атмосфера. Можно увидеть, как тишина, спокойствие. Но потихонечку наполняется шахтанием людей по этим улицам. Замок Страха советую. Там был. Мне понравилось. Здесь довольно-таки интересное местечко для посещения. Здесь столовая находится. Которая называется Родина. И отель сверху у нее. Смотрю уже с утра. Люди там есть. Питаются вовсю. Значит, столовая довольно-таки популярная. Прекрасные розы каннапские с ароматами. Дарят еще больше настроения отдыха. Здесь шалма, шашлык. Можно в ту сторону пройти. В этой столовой, которая называется Викинг Аркона. Гостевой дом. Это столовая Викинга Аркона. Гостевой дом. Первые посетители тоже пришли. Ценники здесь довольно-таки приятные. С левой стороны столовая называется. Большие пространства. Есть места, где посидеть, поесть. Но тут очень удобно посмотреть на то, что больше 60 рублей стоит. Прикольно. Ну и смотрите по ценам на еду. Чтобы вам было точно все видно и понятно. Столовая Мечта слева. Здесь людей побольше. Есть детская зона. 5 чарда за 100 рублей предлагают. Ну тут столового в принципе очень много. Плюс-минус ценники одинаковые. Ноутбук за 60 рублей. Наверное, впервые в этом сезоне встретил я. Везде обычно подороже будет. К сожалению, все летит вверх. И ценники не радуют. Манапа любит вас, друзья. Здесь есть такая надпись, на которую можете фотографироваться. Здесь на служба наших уборок пляжа находится. С левой стороны можно на квадроцикле покататься по кругу. Такие места как бы приветствую. Подорожная трасса никому не угрожающая. Не то, что у нас раньше катались по нашим дюнам. Слава Богу, что мы от этого ушли. Только редкие полицейские сейчас могут пролетать мимо. Но вы видите сравнение с тем, как я вам показывал ранее. Этот проход вдоль берега моря. Здесь было очень много людей. Но сейчас такая пустынная прекрасная красота. И с каждым днем людей будет, к сожалению, становится все меньше сезон. Летний уже подошел к концу. И свои порва вступает бархатный. Мы, конечно, будем рады видеть еще каждого из вас. Но понимаем, что у всех свои дела. И лето прошло. Парк Кокоду. Гора Роуфа. Что тут только нет. Ну и мангал. Еще не начал свое функционирование. Но уже будут рады любым гостям. Все понимают. Такие немножко с грустью сидят. Но довольные люди. Кто занимается торговлей в этом году. Ни от кого не слышал, что все плохо. Как обычно. Говорили в плохие сезоны. Гагипио пляж. Миги. Здесь порцию миги за 500 рублей можно взять. В этом году все довольны. Людей было достаточно. Все приехали, отдыхали. Деньги тратили. То есть все, кто хотел, зарабатывали. Здесь у нас в Анапе находится волейбольная площадка. Которую можно прийти, найти себе компанию и поиграть. Девочки волейболистки, мужчины и люди в возрасте. Все играют в волейбол. То есть любители все здесь. Потихоньку открывают свои павильоны. Гопцы по радости и счастьям. В другом не знаю как назвать. Здесь этот выбор огромных товаров. Которого здесь слишком даже много. И если вы мечтали, пишите их в комментариях. Если не мечтали, но покупали. Тоже пишите, почему вы это сделали. Причал. Пляж. Это именно причаловыход. То есть можно прогуливать по этой набережной. Выбирать себе места, в которых вы хотите отдыхать. Здесь у нас продаются шляпки. Духи по 250. Масла разнообразные. То есть в принципе перечислять можно до бесконечности. В 90% случаев там через точку это все повторяется. Только улыбка продавца заставляет делать выбор наших дорогих отдыхающих в пользу того или иного места. Чем многие занимаются. С правой стороны у нас Коксика. Вот такое заведение довольно таки интересное. В котором можно гарнируйтесь за 250 рублей. И что? Зоны. Все открывается, проветривается. И когда море здесь не цветет, с приятным запахом его можно наслаждаться отдыхом. Друзья мои. С левой стороны. Нафаня. Пицца на дровах. Здесь предлагается. Ну и другой спетр. И еды. Очень большой пляж. Центральный. Проходим с правой стороны. Дальше. Шаурма. И уже все ближе мы друзья к выходу на центральный пляж с улицы Гребенской. То есть там находится она зона отдыха. Потому что многие знают это место. Потому что во время прогулок аннапских ходят именно сюда. Ну по чувству. Павильончик вообще закрыто. Казалось бы. Работаю еще не хочу. И погода заблагородит. Но такое количество людей много денег не приносит. Поэтому все выходит попозже. Ну пляж экватория. На сегодняшний день воздух 27. Вода 24. Заявлено у них на табло. Так на самом деле. 27. 26.1 у нас температура воды была витязела. Может быть она конечно прохладнее. Точно сказать не могу. Ну может быть по всякому конечно. Здесь тоже уже все выносят. Расставляют. Чего здесь только нету. Я не знаю. Я просто никогда не болел сувенирами. И всегда мне интересно. Неужели это все разбирается и покупается. Берут. Берут. Не было бы спроса. Не было бы предложений. У нас это немножко по-другому работает. Здесь можно обойти. Центральную зону. И тут еще один выход на пляж у нас. Но никак не подписан. Тоже к акваторию именно относим. Все мы готовили. 580. Ценина за 150 рублей в этих местах. Можно приобрести. С левой стороны. Есть пить называется место. Тут есть туалет. Туалет наверное один из самых привлекательных. Потому что находится подальше по цене 30 рублей. При этом. Потому что на пляже все туалеты по 50. С правой стороны происходит открытие. Заведение Хинкала Эстхали. Классно с утра наблюдать все эти места. Вот в таких вот красках. Утренних тени длинные. С левой стороны парк Джузеппе. По прямой у нас столовая находится. Там у нас Фолдкорт и Грид стрит. Чабрейки. И здесь выход по Грибинской на центральный пляж. У нас было в этом году одно подтопление. Ну вроде бы все хорошо. Все решили с ним. Здесь мы можем видеть наверное самое большое пока количество. Здесь выход на Грибинской. Там с правой стороны будет аквапарк. Ребятки. Сейчас мы вдоль него и прогуляемся. Посмотрите какие тут городки. У себя на пляжах. Допустим. Оу. Санаторий. Который называется. Надеюсь что построил за забором. Да у них пляж прям. И спортом позаниматься можно. И деткам ездить покататься. Шезлонги классные. Все великолепно во всем. И с левой стороны кафе терраса. В этом году вот просто наслаждаюсь. Очень много этой коровки я вижу. Вроде бы и так самое популярное мороженое. Еще это рекламу понатыкали. Я рекламу не любитель. Поэтому возмущаюсь постоянно. Камера хранения есть. Здесь под тенью деревьев отдыхают наши любимые отдыхающие. Выбираем лучше подачи от моря. Но бесплатно. И под тенью сосен и других лиственных наших. Красота. Просто смотришь. Это такая идиллия отдыха. Города корота Анапа. Здесь у нас золотой пляж называется. Кафе. Кафе. Кафе считается самым старым. В городе короте. 1954 год. Представляете. Постройка этого пляжа. Играет музычка. Оба парки уже сейчас запустят первых гостей. Чтобы команда службы наблюдения и спасения занять свои места. Там все чистенько и работает. Друзья. Если были в этом году. Пишите ваши отзывы обязательно. Здесь мы можем увидеть очередь. Которая стоит на вход. И за покупкой билетов. Стоимость взросло 2500. Детский 1500. С 10 до 6 работает. 21 температура воды. Воздух 29. То есть информация о предоставленном. Будет ли вам вода 21 теплая или холодная. Решайте сами. Ну пионеров много. С утра уже сюда пришло. Всем хорошего отдыха. Ну так вот все уже бурлит. И первые посетители заходят на территорию. И тут у нас такое местечко для прыгла вдоль этого аквапарка. Конечно красивые деревья. Классные. Скамеечки. Еще раз. Мне вот вид на море. Отсутствие его. Прямо берет по сердцу. Хочется чтобы он был. С левой стороны у нас маби находится. С правой стороны здесь фонтан. Золотой пляж. Который ночью светится. И в котором постоянно кто-нибудь что-нибудь моет. У нас очень часто появляются такие видео фотосюжеты. В нашем телеграм канале. Кстати подписывайтесь на телеграм. Подписывайтесь на ВК. Мы будем вас рады там видеть дорогие друзья. В общем реклама какая-то идет. На пляже. Ну а нам остается совсем немножко. И мы уже выйдем на центральную часть. Здесь у нас пляж Оодюч. И туалет. Туда указывает. Через такой скоренький проход можно пробраться. Тут тоже симпатично все. Зелено. Но нет вида на море. Для меня набережная. Она без вида на море. Как она может быть набережной. Ну что мы прошли все эти торговые ряды. И выходим. Первый поворот за аквапарком у нас выведет на улицу Краснодарскую. Туда к администрации. К фонтанам. Но с левой стороны пересечения с улицы Горького и Терская. Следом за ней. Здесь у нас можно увидеть как размыло потоками воды. Пляж опять. Увы. И к сожалению не справляется ливневая система. Но я вот со стороны моря это все покажу. Столовая. Большущая. С красивыми кожаными диванчиками называется. У моря. С большим выбором блюд. С левой стороны ласковый берег зовется это местечко. Один и просто ласковый берег. И выход на центральный пляж. Ретрой могу сказать что тоже как-то пустовато. К нему тоже вернемся потом. Пойдем по всем уже пляжам целиком. Но выглядит это конечно весело. А это наш парк аттракционов 30-летия Победы. Аттракционов здесь тоже очень много. По прямой находятся поющие фонтаны. Перед администрацией днем они просто бьют вверх. А ночью танцуют и поют. С левой стороны аттракционы для самых маленьких. Отдельно со скобейчиками для взрослых. Мусовки. Здесь такая круговая карусель находится посередине. И за ней находится Иль Поля. Пицца на дровах. С моими дорогими друзьями. Хозяина поздравляю с наступившим днем рождения. Желаю вам ему здоровья, счастья, процветания его в бизнесе. И побольше хороших душевных людей в его гостях от души. Ну а здесь колесо обозрения и очень много аттракционов для всех тех, кто постарше. Друзья мои, очень классно. У нас тут много устройства сделали. Озеленение, плиточки. То есть чего здесь только нету, друзья мои. И просторно, как настоящий парк, в котором можно гулять. По вечерям здесь очереди возле аттракционов. Людей приходит очень много. Собственно, как это должно быть. О, новшество. Кстати, посмотрите. Поставили колесо для сессии или фотографий в миниатюре. Единственное, к нему не подойти. А жалко. Выглядит тоже красиво. Делали ли вы себе фотографии прямо вот такие на фоне этого колеса? Причите, друзья мои. Аттракционов здесь много. Я специально сделал небольшой круг, чтобы вам показать, что в Анапе скучно не будет. Вот там уже второй огромный парк аттракционов. А там на пересечении Горького и Краснодарской еще один парк аттракционов. То есть развлечений просто предостаточно хватило бы у вас денег. Вон парень развлекался и решил поспать немножко на овочке. Не будем вам мешать. Пускай наслаждается с нами своими прекрасными. Спи, моя радость, усни. В доме погаснет. Отдает ближе только песок, который перед центральной набережной стоит. Здесь у нас пляж-санаторий Мотылек. Предлагают разные прогулки. Люди потихонечку тянутся на пляже. Становится в городе очень жарко. С утра было плюс 20 всего. А сейчас, я думаю, уже 32,3 температура воздуха. Вот такая вот жара, друзья мои. С левой стороны у нас называется кафе Элли. По вечерам здесь тоже разные шоу, пати, выступы. Происходит дальше. Шашлычная большущая и пик. Я слушаю, что краба не лопата. Это говорит о том, что она водит в порядке. Так как после дождика везде песка, мусора много. Вот выход на пляж, море. Намело тут новое пространство. Мы на них срок посмотрим. Сейчас выход 85 рублей за 100 грамм. Здесь отмыхает. И я хочу подняться наверх по традиции. Посмотреть сначала на все песчаные пляжи сверху. Видите, тут порядки навели и красота. С этой стороны у нас парк-отель находится. Ну а здесь выход на соединение песчанок и каменных пляжей. Сюда мы вернемся, друзья. В левую сторону у нас проход театральной площади реставрированной. Красиво и классно. Здесь у нас фонтан зумчужины. По прямой находятся аллы паруса. И красивое изделение нашей набережной. Чин-чин бар. Ресту бар. Открылся здесь вниз. Дача, ресторан. И выход на прекрасные обзорные площадки. Со второго яруса нашей двухъярусной набережной. Людей, как видите, в недостатке сегодня. Хотя на центральном пляже отсюда смотрю, что... Ну это все, кто остался сейчас как раз таки на море и находятся. Вот он вид. Самый классный, прекрасный. С левой стороны у нас находятся яхты, кстати. Дайвинг, яхты. Индивидуальные экскурсии. Звоните Максиму. Номер вы увидите на канале. Подписывайтесь на группу в телеге ВКонтакте. Которую мы вам предлагаем посетить. Самые хорошие проверенные экскурсии на яхтах. И так покататься на машине по берегу моря. А также на глубины дна черноморского пустица. Сдайв клубом Discovery. Так что будем рады вам. Обращайтесь. Посмотрите, что происходит в Анапе. Я думаю, сегодня все из города уже на морях. 32 температура воздуха сейчас на солнце. И люди стоят, загорают. Хотя вчера был у нас небольшой выход дождя в бухту. Анапское подмыло. Пляжик один. То люди все равно отдыхают и наслаждаются всеми этими моментами. У нас дождь будет еще целую неделю. Впереди сегодня без дождя должно обойтись. И вот в районе центрального самого пляжа по Грибинской. Там такое ощущение. Вообще мест на берегу нет. А то качаются все на качельке. А вот дальше черные берега пошли какие-то. И там прям пусто. В общем, по количеству людей можно определить, где море получше будет. Заходы в море, как в Китае еще. Хотя раньше было больше. И дальше берега пустынные тоже. Только в отдельных местах чуть-чуть людей присутствует. Вот так вот подходит к концу сезон 2024 года. Точнее он закончился. Начался бархатный сезон летний. Давай, до свидания. Здравствуй. Сентябрь. Туда дальше что-то люди так неплохо на пляжах песчаных. Тут у нас вместо ракеты детского пансионата все выше поднимается новый апарт. Не апарт-отель, а ривьера новый отель строит. В общем, красота до самого джемоте мы сегодня видим. Воздух у нас прозрачный. Все пляжики песчаные. Которые, я думаю, вас порадуют. Это у нас уже район Эры. Сейчас посмотрим еще до голубого пирса. Друзья, место на пляжах можно найти. 100% приезжайте обязательно. Здесь у нас никак не достроят пирс, который хотели запустить. Народ отдыхает на камнях. Но водичка здесь мутная и грязная. Я, честно, в такой купаться бы не стал. Это из-за водорослей, которые тут проливали. Ну, тут есть мусорки. И теперь уже по-настоящему видно, как каменный пляж соединяется с песчаным. Дальше отсюда у нас идут только каменные пляжи, а сюда по прямой только песчаные пляжи. И можете обратить свое внимание, что угол вот этот наконец-то замыло песком. И здесь водоросли больше не скапливаются. И чем дальше туда, тем чище и прозрачнее становится вода. В право стороны пляжа мы только наблюдаем. Тут лежаки в этом углу сдаются. По 400 рублей можно снять. То есть, в принципе, места приятные для того, чтобы приезжать и отдыхать. На поле дачи двухъярусная набережная. Там у нас находится парковка лодок и все остальное. Здесь у нас еще парк, на котором можно покататься на доске. Попробую, по крайней мере, если вы имеете такие желания вообще. Отсюда можно спуститься по вот этому трапу вниз. И пойти пробиваться. Я зайду возле того бара. Туда-обратно. Вот на этот пляж отсюда заход. Там просто по мокрому лезть не особо хочется. Так-то песок не совсем много. Вот эти вот лежаки по 400 рублей сдают. А здесь прокат на банане можно за 1000 рублей покататься. На таблетке тоже за 1000 рублей. По крайней мере, в летний период были именно такие цены. Ну, а это уже пляж на торе Монтелёк. Он на приборке находится. Здесь, в принципе, я все буду устроиться с передвалками, душами, туалетами. Ну и, конечно, вот такими большими мусорками. Вот здесь, возле этого отеля. Мы поворачиваем непосредственно к берегу моря. Посмотреть, как территория здесь обустроена. О, слушайте, какое новшество. Здесь исчезли лежаки. А, их просто еще не поставили. Я думаю, вообще поубирали. В общем, это место пустынно. Тут, видите, остатки того, что было после дождя выкинуто море. Иловые наслоения с канализацией. Вот чуть дальше отдыхают люди. Вот такие вот последствия потоков, потопов, которые здесь были вчера. С центрального пляжа нам тоже прислали видео. Стоук можно будет посмотреть, и тогда до него уже дойдем. Отсюда вам хочу показать туда дальше, как выглядят пляжи. Пока мы на подъеме стоим, сколько людей отдыхает сейчас на них. Ну, все, в принципе, все великолепно. Настроение лета. Хотя и осень. Папа ребенка так спешно несет. В общем, красота, ребятки. Как вам пишите обязательно, мне интересно. Мравится ли такой отдых или нет. Ну, я хотел к нам обратиться. Но все-таки придется чуть подойти, чтобы посмотреть, как водичка выглядит здесь. Какие пены, ненны всякие. Ну, берег отошел подальше. Это как минимум плюс. Такая мутноватая водичка. Ну, я так понимаю, все равно я бы, допустим, не стал купаться. Я люблю чистое море. Даже в большом количестве людей особо в чистое море купаться не хочется. Но здесь народ выбирает вместе со своими детьми. Именно такие вот мутные воды центрального пляжа на сегодня Анапа. Это вот выход из центрального троскет-администрации, где он показывал. Здесь тоже много людей, загорающих уже, накупавшихся, либо только собирающих все это делать. Какое удобное купание. Хочешь раздвинуть штуки, хочешь сдвинуть, прям смотришь. Радость от отдыха этих людей. Духлая медуза. Умирает на пляже. Здесь лежаки еще почти все свободны. Стоимость 500-400 рублей. И люди загорающие на берегах. Вот видите, бяков повыбрасываем на берег. Мы подходим к тому месту, где как раз таки вчера размыло сильнее всего пляж. Вот эти вот намыли песка. Это как раз таки все то, что было уже после потопов сделано. Можете обратить свое внимание. С правой стороны, так сказать, проход к морю снизился. Больше песка и вот это вот все размытие как раз таки и произошло, дорогие друзья. Ну не сильно. Честно, потому что обычно гораздо сильнее размыло. А вот это вот фекальные все вот эти ужасы, которые мило и на которых теперь народ отдыхает. Оно еще все в море попало. Это то, что море обратно выкинуло. И прочее для меня. Большой вопрос. Как можно себе позволить отдыхать со своими детьми и маленькими сейчас в таких местах? Надо куда-то дальше убегать. Наши дорогие отдыхающие. Не буду вас критиковать. Выбор именно ваш. В общем, вопрос открыт. Почему на этом пляжике люди выбирают отдых себе с детьми с маленькими? Уходят по этим илым отложениям. Но давайте уже прогуляемся дальше. Посмотрим, что там есть. Здесь у нас девуч. Пляж. Санатория. Который как раз таки в это все и попал. На самом-то деле это не самое плохое, что мы сегодня с вами еще увидим. Потому что дальше я уже прогулялся. Камера немножко не снимала. Что-то косячит. Решил вернуться. Все-таки переснять. Потому что есть все показать. Посмотрите. Начинается камка перемешанная с этой грязью. И прям, ну короче, у нее здесь люди отдыхают все равно. И это на самом деле прям печалит меня. Если честно. Хотелось бы, чтобы они проходили дальше. Там, из-за центрального пляжа. Море прям гораздо чище. И это видно по количеству людей. Здесь места можно найти еще для отдыха. Там вообще люди уже сидят в море отдыхают. Сейчас это все вы видите. Здесь прокаты разнообразные работают. Конечно, в море. Ищите всегда, ребятки. Не останавливайтесь. Вот там где такое. Вот там непонятно. Еще и перемешку с всякой иловой смесью. То есть вот детей жалейте своих. Смотрите, водичка постепенно становится гораздо чище. И, собственно, количество людей в этих местах пропорционально увеличивается. Ведь все-таки многие выбирают хорошее море. Почише для своих детей. И здесь уже можно даже купаться. Такая водичка. Я думаю, если вообще не пенка какая-то. Ну ладно. Спешим ее. Но вот мужчины, которые ногами ее поднимают. Не все вот это, что мы там видели ранее. Короче. Щек и ужас все-таки присутствуют. Здесь люди отдыхают уже на другом пляже. Называется «Голубая волна» санаторий. Тут я хочу поблагодарить то, что появились надписи и подписи пляжных территорий. Который теперь все понятно. Где и что находится. Водичка. Вот это подходит, я думаю, для отдыха деток. Есть и место где пройти. Следующий пляж – это Шезлонги под аренду. Вы видите, выделяется среди основных цветовыми схемами. И, в принципе, не подписаны. Тут есть и 20-метровая зона, за которую мы благодарим. То есть, места для отдыха хватает всем. Дальше опять начинается более мутная вода. Людей становится немножко поменьше. То есть, по количеству людей на берегу и вышли можно определять сразу, где море более классное. Ведь мутно – меньше народу. А те, кто-то выбирает меньше народу, и фиг с ним с этим мутным морем. Как говорится, уже каждому свое. Катамараны в прокате. Ну, пока очереди не стоит, ребятки, в ту сторону, вдоль, можно увидеть, что есть. Здесь у нас с правой стороны начинается санитарий Арусь. Здесь пляж, и вот у них 20-метровой зоны нет от слова совсем. То есть, два метра с небольшим. И дальше вот такое вот море. Печально. Можно ли вот эти водоросли вытащить сеточкой какой-нибудь? Конечно, можно. Было бы желание. Но желания в Руси нет. Ну, и как у тех, кто отвечает за пляжные территории. Поэтому их отдыхающие отдыхают в таком море. Теперь мы доходим до центрального пляжа. Водичка становится постепенно чище. И посмотрите, что здесь происходит. То есть, сезон продолжается в полной мере, в полном объеме. Хотя видно, что не все лежаки салантовски заняты. Это значит, что больше всего людей здесь, в частного сектора. Давайте посмотрим, как выглядит этот пляж. Друзья, 1 сентября 2024 год, утро. Анапа, центральный пляж по улице Гребенской, где зона отдыха. Короче, что я могу сказать вам. Походу, сезон продолжается, по крайней мере, в центре Анапы. Здесь с людьми все прямо очень хорошо. Насколько людей много, я вам сейчас покажу. Тут мест не хватает на берегу, люди в море сидят, уже загорают. Ну, а если все выйдут, кто сейчас в море купается, я думаю, здесь мест не останется. Вот такая вот картинка ожидается тех, кто приедет еще к нам. Друзья, все, кто радовались, что все поразъехались. Но придется на центральный пляж как минимум ходить. Ну и водичка здесь, видите, чистенькая, классная. 26 температура, воздух 33. Шикарный отдых, а всем, кто отдыхает. Тут вот лепухи, которые там, кто там валяются. Конечно, не вызывают желания отдыхать на них. Гухи лазают. А мухи, как говорится, на что лезут? Вот. На. Оно. Ну и, в принципе, людей. Вы сами все видите, сколько здесь. Это зона отдыха, выход по Грибинской. Один из самых популярных пляжей Анапы. Потому что, видите, взял, в принципе, на Кламарине. В принципе, то же самое происходит. Здесь главное ни на кого не наступить, когда проходите по этим территориям. Так, аккуратненько идешь. Грибинская напротив надписи море. В море. Она покачает качель. Место такая у нас. Очередь на нее. Здесь водичка прям очень чистая. И привлекательнее всего. Единственное, что надо найти местечко, чтобы отдохнуть. Даже очередь на выход с пляжа и вход в него. Я буду думать, что сюда все будут приходить при любых условиях все равно. Главное, не наступить ни до кого. Море здесь, наверное, радовать вас будет больше всего. В общем, отдых 24 года и в сентябре. Однако имеет место быть. Море 26, температура воздуха 33. Если вы собираетесь к нам приехать, обязательно напишите в каких числах. Интересно посмотреть на комментарии. Проходим в эти места. Смотрим в обратную сторону. Друзья. И желаем всем, кто отдыхает, хорошего, прекрасного отдыха. Ну и я вам покажу чуть поближе лица счастливых людей, которые приехали сюда отдыхать. Фантастик. Море в море, море людей в море прозрачным, чистым и манящим. Такое оно, в принципе, должно быть. И туда дальше. Что происходит? Красота. Творится вон это прямо сейчас. В правой стороне санаторий Амёпа, называется пляжная территория. Здесь можно увидеть, что вода действительно чистая. Единственное, надо аккуратно ходить и смотреть под ноги. Потому что настолько много людей, что заняты все территории. Возможно, это такой узенький проход, по которому я тут пытаюсь прощениться. Ну, конечно, когда такое море, то прям в воду готово стелить свою настилку, лишь бы поближе к нему быть. Ну, тут можно прям в море лежать и отдыхать. Здесь внутрь, получается, грязь сбилась туда, в правую сторону, посередине вообще. И уже образовалась и первый выход пляжа, который, вы помните, не подписан. Проходим немножко дальше. Здесь так являются прокаты катамарагов. Отдыхающие люди, дети. С правой стороны прокат. Сейчас-таки домик, музычка. Кстати, не сильно громко играет, но все равно море из-за него не слышно. Дальше придет акватория, который был по спасателям. Не стоит повторять, что есть близкий настил, широкий для людей с ограниченными возможностями. Также есть такое специальное средство, как каталка, на которую они покупают людей. И вот сейчас мы сможем посмотреть, как это, в принципе, происходит. Парни не вытаскивают. Е-мое! Здесь мы прям видим, как женщина пытается уже лечиться вот этим всем черненьким. И дай бог, чтобы ей помогло. Жесть просто. Никогда не слышал, что продукты гниения что-то помогают кому-то. Парни сам себе создал проблемы и пошел бегать. И посмотрите, как здесь стало мало людей сразу. Все меньше и меньше. То есть самые стойкие возле этого черного моря могут лишь только находиться. Хорошо, что у меня нос заложен. Я прям этому очень радуюсь. Потому что запах середового родорода даже через заложенный нос уже раздается. И народ все равно пищит, но лезет туда в этом море. Мы убрали водоросли, они начали гнить, перемещались мусором и мы получили такие вот черные берега. Такая жуткая картинка. Зато пустые пляжи. Запах отогнал народ практически весь отсюда. Ну те, кто походу после ковида не чувствует ничего, продолжают здесь отдыхать все равно. Жесть. Просто жесть. Эх, ваши бы города. Да вот этот запах, друзья. Да как бы вы любили море. Ваше черное прекрасное. И поняли, почему оно именно так называется. Жесть. Просто жесть. Центральный пляж города Куровтанапа. Не доходя немножко пирса. 1 сентября 2024 год. Вот смотришь на людей, которые тут продолжают отдыхать с своими детьми. Ну вы сами вот сейчас с высоты все видите, ребят. Это, ну да, вот можно просто сказать. Днище полнейшее. Что каждый год допускают это. В этом году это прям так перемешалось все. И те места, где я вам показывал, как эмко было, смотри, он тоже станет такой вот черный, вонючий. И те места еще усугубятся за счет того, что вчера вода из коллекторов наших колодцев попала тоже в море. Каждый год одно и то же. Что-то мохать, ахать, что такое. Почему так происходит не буду. Потому что у нас администрация сказала, что выбирать это все нельзя. Что это не мусор, это биоресурсы нашего моря. Назвал это все лечебным, прекрасным. Вот бы вся администрация вышла на своем опыте. Показала, как они в этом все вкупаются и лечатся. Это у нас только пока блогеры исполняют. Я не хочу этого года ничего исполнять. Мне и так и без хайпа хорошо живется. Вот он, пожалуйста, пирс. И здесь масштаб, конечно, просто ужасает. Вот такое море. Ждет тех, кто приедет на пляж к пирсу купаться. Тут волна. Видите, вылетает и пирс становится таким грязным. Жесть, конечно. Ребятки, прогуливайтесь за берегом. Не отдыхайте ни в коем случае. Слышно детские крики. Кто-то сюда ребенка притащил все-таки. Может, действительно, поначитали, что это полезно все и прекрасно. Ну, сами видите, как люди голосуют рублем. То есть, какое количество территорий пляжной без людей. То есть, не зарабатывают лежаки. Какие-то расходы, как они за аренду оплатили. Ну, такие, да, вот разумные. Люди идут, возмущаются. То, что море. Печка шикарная. Сейчас, конечно, вот такое вот просто непривлекательное совсем. Можно прогулочку устроить. Звук меня прямо радует. Этой воды. Такой необычный. Громкий. Как будто нефть. Слушайте, такое ощущение, что эта нефть даже к берегам Анапы придет. Похоже, очень сильно. Ну, это именно перегной водоросли. Как думаете, может быть, перегной полезен для организма людей? Почему все усиленно говорят, что им можно лечиться? Я прям очень бы хотел узнать. Ну, как бы, нужно дома листьев там насобирать. Пускай венеют, потом они мазаться. Добрать бутылку воды с солью. Не знаю, сверху в туалет сходить, чтобы лучше гремило. Ага. Вот это да. Вот это ужас, друзья. И люди живут. Смотрите там. Забудут через это море свой берег детей. Вот ребенок только что выскочил. Ну, как же так? Все-таки мне больше всего интересно. Это именно из-за того, что пропаганда идет о лечении на свойствах этих водорослей. Мы просто видим все равно. Где ходить, куда залазить, в чем купаться. Напишите, пожалуйста, если есть, видимо, подписчиков. Те, кто купаются здесь. Почему вы не уходите на чистые пляжи? Вот каменные пляжи у нас вообще никогда нету водорослей. И там прям все шикарно. Даже круглогодично и постоянно. Ну, либо, может, прям вы привыкли именно на этих берегах. И вам все равно, что здесь происходит. И вы будете бедного ребенка сажать, чтобы он копал ямки и песочек именно там. Зато можно снимать видео в разгар сезона. Чисто и пустынно в этих местах. Сейчас, наверное, выход брать катамаран. Уплывать туда подальше и уже купаться там. Блин, нечестно, не думал, что в конце видео мы, когда найдем чистое море, попадем потом на вот это все. Черное, ужасное, нифига не манящее. Прямо залежи. Крокодилы почернели. Я в телеге предложил выбрать название для черных крокодилов. Как их будем называть? Приходит, снимает. Не пишите, что вот ты только показываешь. Вот люди в шоке. Туда пришли. Не знают, что делать. Просто шашки сняла женщина. Представляете, насколько она прямо удивилась от того, что здесь увидела. А самое обидное, что вот люди шли-шли-шли, чуть-чуть не дошли. О, мы видим, как лечатся. Вот ребята прямо на всю водорослями полезными. Классные все суставы. Специально люди все их намазывают. Это три человека, а четвертая там женщина была. Но все остальные, получается, не особо любят эти водоросли. Других мы не встретились. То есть четыре человека со всего пляжа, кто использует их для лечения. Ну и я надеюсь, что им поможет. Я думаю, что им сто процентов поможет, да? Ну и доходим мы до чистого моря. Вроде как, по крайней мере, такой участочек небольшой, на котором можно купаться и отдыхать. Где-то с левой стороны от речки Анапки. Пароход Фатини. Здесь, как бы, вроде бы все хорошо. Техническая зона. В правостроме не так очень много людей отдыхает. Увы. Хотелось бы их видеть больше. Вот, пожалуйста, чистое море. Дальше. Там такой же трэш, ребята. Слушайте, прям заход. Оазис. Море. Туда пошло. Водоросли черные. Туда пошло. Вот здесь посередине чистая вода. Слушайте, ну радует. Хоть чистое море нашел. Прям очень радует. И пойдемте дальше. Эклама, конечно, прям радует. Вот, сейчас людей меньше стало, и они прям очень стараются. Так. Ну, теперь даже не зазорно говорить, что кто-то купается в речке Анапка, потому что вот всего лишь кусочек березы, полоски из людей, которые все сюда пошли. Ну, есть те, кто там купается тоже. Увы. И в речке Анапке тоже небольшое купание происходит там. Женщины с мужчиной только что оттуда вышли. Ну, не так уж и много их и массово. И не то делать, как это было раньше. О, ребята, ребята. В общем, порадовать сегодня тут вас особо нечем. Такая грустинка и печалька. Это уже пляж вот сюда. От Барадашвили перед ними представляет собой вот такую картину. Что-то все лето практически здесь. Грусть, печаль, тоска, к сожалению. Ну, я думаю, что вы все увидели в этих местах. Пойдемте, выйдем отсюда уже к Пионевскому проспекту. Надеюсь, что прогулка вам в этих произошла. Хорошего отдыха. Так, ребята, а мы выходим через речку Анапку все-таки на море. Здесь водный городок. Тащат море на каркасы одевать. Зато сколько свободных лежаков. Я бы их уже бесплатно давал тем героям, которые будут купаться в таком море. И, слушайте, даже в речке Анапке, по-моему, водичка стала почище. Но я все равно... Юра, Юра работает тоже. Хорошего вам тоже работа, ребята. Ну, пожалуйста, копают. Стараются раздыхаться, в общем. И впереди у нас зеркальный перец. Точнее, мостик через речку Анапку. Который, может быть, вас порадует с такими видами. Но, может, и нет. Кто-то его знает. В общем, здесь главное, что есть табличка. Купание запрещено. Если что, то до дачи. Выход уже к ресторанам. Здесь есть тренажеры, на которых можно пораздвигаться. Чем дети там, собственно, и занимаются. Лазают, прыгают, бегают. Массажный салон. Но это вид с мостика. Мостик хороший, с лавочками, прогулочный. И туда дача речки Анапка. Ну, и давайте пройдем по нашей набережной реки. Улочки с левой стороны. Здесь у нас кэфудо, мохито. Прибегают бары, напитки. Видите, здесь работают вблизи пляжа. Вино. Там массаж, как я вам и говорил. Морошка, кукурузка. В общем, тут есть все. Даже сейчас только под вечер. Здесь местечко называется Сети. Могу советовать. Слева. Вот тут находится ресторан. Туда. Только фещенебельным по друзьям. Проход меня не пустили. К сожалению. Очень жалко было. Хотел побывать. Хожу до сих пор. Страдаю. Но и нам надо как-нибудь в сети прийти посидеть. Здесь биджи лаунч называется. И дальше у нас еще Лью бар. Этот бак пытается охотиться на жителей подводных кофе-бар. О чем здесь интересный кофе-очек. Американо здесь стоит 350 рублей за 200 миллилитров. Американо. Ну, нахрен. Спасибо большое. Ортумер. Устричный бар. Мы сейчас 350 миллилитров купим в каком-нибудь за 69 рублей. Американо. Возможно здесь кофе лучше. Еще что там. Не буду наезжать. В общем. Из-за дешевых продуктов. Бар Пена. Бар Буршоп находится. Фортуна. Волокатского маркет. Кстати, много детей идет на море. А с левой стороны, ребятки, город у меня отсюда находится. Там местечко прикольно. Тоже только открываются они. Мне там очень понравилось. Красиво. Советую прийти. Там большая комната. Большие дизитализации. Поезда ходят по кругу. Прямо. Как видели в кино только такие места. Еще Тотамань открыл свой магазинчик. Пожалуйста. Аптека. И дальше у нас город детей тут находится. Далее выходим здесь. Магнит Косметик. Ну, также перекресток. Увековский. Почему-то так долго постановить кофе покупать. Надеюсь этим заниматься. Отразимаем. Ну и дальше мы будем завершать нашу прогулку. Сегодня мы останемся без моря. Потому что море в конце было только черное. Я вас жду в комментариях. Также подписывайтесь. Очень важно вконтакте. В группу подписочку оформлять. Телеграм. Наш канал. Все ссылочки есть в описании. На экране. Можно поддержать донатом. И мы будем благодарны вам. Надеюсь, что вам все понравилось. И всем пока-пока. Увидимся на море.